Приветствую вас. Много есть непонятного в вашем тексте, много есть какой-то совершенно дикой информации, да, о том, например, почему отец, если он решил вернуться, то вернулся к вам, то есть какое он имел право вернуться, да, почему за восемь лет, что его не было, вы не выписали его из квартиры, почему не разделили имущество, то есть не защищали свои права с мамой, да, вот. Ситуация с мамой, что вы ругались с ним, зачем вы ругались с ним, я имею в виду с отцом из-за мамы, да, тоже непонятно, непонятно, то есть как бы у него к маме свои счеты, у мамы к нему были свои счеты, зачем вы вмешивались, да, то есть, знаете, вот у вас с мамой, вообще изначально, изначально вы жили в квартире, в квартире с мамой, с сестрой и ее мужем, знаете, то есть, вы взрослая, да, взрослая женщина, вы работаете, вы жили в одной квартире с мамой, с сестрой и ее мужем, и вы говорите, что у вас ничего в личной жизни не получается, и, конечно, не получается, потому что вы не самостоятельно, по сути дела, то есть, вы не являетесь личностью здесь, а вы дочь, вы сестра, вот, но вы не женщина, вы не являетесь сами собой, потому что своей же площади у вас нет, и вот это, мне кажется, самое важное здесь, то, что по какой причине, да, по какой причине, вы не стали жить отдельно, еще когда жили с сестрой и с мамой. Значит, следующий момент, это момент того, что вы пишете, что отец вас бросил. Понимаете, если он женился снова, он не бросил вас, он расстался с вашей мамой и уехал там, ну, куда-то. То есть, у вас здесь есть обиды на отца, ожидание. Вот. Это тоже нужно корректировать. Что касается мама, то мама, ну, она, вы знаете, вела себя так же, как и вы ведете. То есть, жертвенность, невозможность сделать что-либо для защиты. Вот. И, соответственно, как итог болезни, да, и смерти. Но, знаете, я вам соболезну, но я боюсь, что если вы ничего не поменяет в своем отношении к себе, то и ваша жизнь закончится так же. Потому что без личной ответственности за себя, да, не получится повернуть ситуацию вот так, как вам хотелось бы. Вот. И тут, конечно, очень важно, очень важно, какие выводы вы сделаете, исходя из того, что произошло. Вот. Сейчас какой вам смысл находиться в квартире, да, с людьми, которые для вас сужие. Снять комнату, я думаю, вы сможете. Нажмите жить отдельно, почувствуйте свою свободу и станете счастливы. Если не ради себя, то хотя бы ради своей мамы. Я думаю так. Ведь она погибла, умерла. Пытаюсь уберечь вас. Так, позвольте себе то, что хотела для вас ваша мама. Станьте к ней ближе. Ну, через такое поведение, через такое отношение, через такие действия и поступки. Вот. Интересно, что вы не задаете свой вопрос, да. То есть, что родители от психологов, вы не написали. И, конечно, это тоже, ну, довольно таки показательно. Потому что вы с одной стороны оставляете для себя лазейку в возможности интерпретировать то, что мы вам ответим, что как мы ответим вам. И, соответственно, остаться в зоне комфорта своей. И с другой стороны, вы не готовы сейчас что-либо делать. То есть, запрос, вопрос, это уже полдела. Вопроса нет, есть только неопределенность. И вот в этой неопределенности вам приходилось жить всё это время. Поэтому, поэтому, я думаю, что пора смотреть критерии того, что полезно для вам и вредно. И, исходя из этого уже что-то делать. Потому что у вас есть только вы. У вас есть только вы. И вот чем быстрее, чем быстрее вы это поймёте для себя, тем лучше будет для вас. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Отлично. Вдох. Woo. Вдох. Удачи. 6. Ура. Вдох. Вдох. Всем пока нибудь нас никто не расшать.